Евангелие от Марка 1 глава с 14 по 20 стихи. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус к Галилею, проповедуя Евангелие... Извини, я занимаюсь, что-то такие. Микрофон выключайте, не мешайте, пожалуйста, благодатское. И говоря, что исползилось время и приблизилось царство Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. Проходя же близ моря Галилейска, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал ему Иисус, идите за Мною, я сделаю, чтобы вы выделов сами человеков. И они, тотчас оставив свои сети, последовали за ним. И пройдя оттуда немного, он увидел Иакова Зеведеева, Иоанна, брата его, также в лодке, починивающих сети. И тотчас призвал их. И они, оставив отца своего Зеведея в лодке с работниками, последовали за ним. Доех за ним. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Доброе утро. Первые проповеди Христа сообщали о двух фактах и требовали от людей двух действий. Стоит вникнуть в чем разница с проповедью Иоанна. Первое знакомство Христа с будущими учениками указано в Иоанне. На другой день опять встал Иоанн и двое из учеников его. Иудив ведущего Иисуса сказал, вот Агнец Божий, услышав от него сие слова, оба ученика пошли за Иисусом. И Иисус же, обратившись и увидев их ведущие, говорит им, что вам надо? Они сказали ему, рови, что значит учитель, где живешь? Говорит им, пойдите и увидите. Они пошли и увидели, где он живет. И пробовали у него день тот. Иисус был около 10-го часа. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших, за ним был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему, мы нашли Мессию, что значит Христос. И привел его к Иисусу. Иисус же взглянул на него и сказал, ты Симон, сын Иодин, ты наречешься Кифа, что значит камень Петр. На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему, иди за мною. Филипп же был из Евсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему, мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифа из Назарета. Но Нафанаил сказал ему, из Назарета может ли быть что доброе? Филипп говорит ему, пойди и посмотри. Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем, вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства. Нафанаил говорит ему, почему ты знаешь меня? Иисус сказал ему в ответ, прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя. Нафанаил отвечал ему, Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев. Иисус сказал ему в ответ, ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей. Увидишь больше всего. И говорит ему, истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божих восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому. Кто сможет, в Калашниковых такие добавьте, что-то не могу добавить, только контакт есть. Теперь он зовет их следовать за собою. Хорошо вспомнить, какими они были по природе и что Христос сумел из них сделать. Евангелие от Иоанна 1 глава 42 стих. И привел его к Иисусу. Иисус же взглянув на него сказал, ты Симом, сын Ионин, ты наречешься Кифа, что значит камень Петр. В книге Деяния 4 глава 13 стих. Видя смелость Петра и Иоанна и приметив, что они люди не книжные и простые, они удивлялись. Между тем узнавали их, что они были с Иисусом. 2 глава 14 стих. Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им. Мужи иудейские, и все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте словам Моим. Почему Христос выбрал своих первых деятелей из этой простой среды? Вопрос. Давайте попробуем на него ответить. Желающие, пожалуйста, почему из простой среды? Не из знатных, не из богатых, не из простой среды. У кого какие на сей счет? Может быть потому, что из простой среды люди попроще. Они не испорчены всеми деньгами. И так далее. Может быть поэтому. Так, еще у кого какие на сей счет мнения? Они не испорчены не только деньгами, но и другими учениями великими. Да, на сей счет есть анекдот. Говорит, отучился в семинарии и ты остался верующим. Вот эти вот учения, которые не нужны они. Вот книжники-фарисеи, вроде люди были ученые, знатные, много знали, а пришел истинный мессия, они узнали его. Неправильно понимали. А эти вот уже как не испортим. Да. Еще? Кто, пожалуйста? Чтобы не гордилась никакая тварь. Как незнатное выбрал Господь, чтобы не гордилась никакая тварь. Есть такое где-то в апостоле. Но и сила-то Господня в немощи проявляется. Если он немощный, незнатный, то здесь особое удивление, что все удивлялись откуда сие. Люди-то не книжные. Тем более удивительно, что Господь в них мог потрудиться. Ну, наверное, еще Господь предвидел тех людей, которые ему поверят. Ну, Бог избрал не мудрое миро, чтобы посранить мудрых, а немощное миро избрал Бог, чтобы посранить сильное. И незнатное миро, и уничиженное, и ничего не значит еще избрал Бог. Ну, это так сказано. Да. Хорошее замечание, на мой взгляд. Тихонич, резюме подведите вот по этому вопросу. Может что-то. Так, верни текст тогда. Давайте начнем. Опять текст ушел. Так, сейчас. Вот, смотрите, считаем выше. Иоанна 1, 42. Прочитай вслух. И привел его к Иисусу. Да, подожди. Ну да, считай. Иисус же, взглянув на него, сказал, ты Симон, сын Ионин, ты наречешься кифа, что значит камень, Петр. Что-то голос исчез, почему-то и тихо так. Меня хорошо. Ну, ладно. Давайте разберем слово, привел к Иисусу. Это важное слово. Не в храм привел, как сейчас, пойдем в храм, путешествие по храму, как у Даниила Сысоева. Я считаю, наоборот, если человек обращается, не тащите его в храм. Надо сначала закрепить то, что он увидит, что не сходится с Евангелиями, и он, наоборот, это отвратит. И привел его к Иисусу. Теперь каждый к себе обрати. Когда ты пришел сам, и кого ты привел после этого? К Иисусу, не в храм. Чтоб он Иисуса полюбил. Вот вопрос ко всем. Начинайте работать. Каждый отвечает за себя. Ну и что, начнем с романа. Что-то все замолкли-то. Вопрос-то очень важный. Мы не просто считать должны, мы должны, договорились, это образование общее, применить к себе. Кого я привел к Иисусу? И почему можно определить, что именно к Иисусу привел, а не к священнику? Большой смысл заложен. Может не слышно, что я говорю? Нет, нет, все слышно хорошо, все слышно. Ну так вот, давай там это, расшевели. Роман, отвечай на поставленный вопрос. А то ты любишь всем задавать вопросы. Давай, давай, по порядку, все участвуйте. Это пособие по Евангелию от Марка, нужно каждую строку применять к себе. Оно очень непростое. Мы сейчас дойдем до того, где закончили. Вы быстро читайте просто так. Это надо будет разворот делать. Самая соль-то в том заключается, как во мне это отразилось. А если не как-то, какой толк, что я буду знать? Есть такое выражение, говорит, голова как земной шар, а сердце как песчинка. Еще я не пойму, Роман ушел, бросил нас или еще? Здесь, а какой вопрос-то и кто задает? Да там написано, вот текст еще раз, Сергей Павлович, высвязи, Евангелие от Иоанна 1.42. И привел его к Иисусу. Вот эти слова разобрать. Кого я привел к Иисусу? Когда? По какой причине не получилось? Сколько раз привел? И что с этими людьми? Вы действительно к Иисусу пришли или пришли к нам в общину? Или пришли просто к нам, познакомились? Вопрос-то самый главный здесь и стоит в этом. Куда люди ведут? Один привел его к баптистам, другой к адвентистам, третий к православным. К Иисусу кто привел? И может ли он быть приведен сектантом к Иисусу? Понимаете, какой обширный вопрос. А просто отмахнули и пробежали, тогда мы не научимся ничему. А вот это-то пробрать как следует, себе записать, что внезапно вопрос этот врасплох застал. А это-то и будет самое главное. Вот пришел человек и приносит мину. Ты дал мину, я принес им две, пять, десять. А этот ничего не сделал. Он замотал платок, закопал землю. То есть у него все целое, в целлофанчике сухонькое лежит. А что я буду где-то? Это монастырские стены. Одной этой притчей монастыри пух и прах разносит Христос. Что не выходи, никому не говори, не разговаривай. А как же сеять? Вышел сеять и сеять. Семь это слово. А как оно слово-то с закрытыми губами? Ну тут даже доказывать нечто-то. А ведь самые лучшие силы из народа высасывали, и они гибли молчальники. Соломан молчальник. Вот интересно это прозвище какое-то. Феофил плачливый, долго плакал. Иоанн Златоуст. Прозвища-то были по делам их? Не как-то. Зосима разбойник бывший. Боисей Мурин. То есть Мурин это черный. Вот конкретный вопрос. И привел его к Иисусу. Я имею в виду, что сам-то пришел человек, который люди-то здесь уже знают Бога. Любят его. Зря время не теряют. Прославляют Бога, дела его и другим возвещают. А как насчет привел? Монах никак не может привести. Он за стеной обед молчания. Соломан молчальник. Я биографию коротко расскажу. Он сидит в келье. Ни с кем не разговаривает. Это уже подвиг. У православных подвиг. И ничего, что ему делают, говорят, он ни слова не говорит. Его решил патриарх рукоположить. Как он рукополагал, когда он должен был на вопросы отвечать? Самостоятельно тебя избрал. Кто-то пришел. Он ни одного слова не отвечает. Прославился. Его рукополагает Пресвитера. Зачем? Я не знаю. Конюхов ездит там. Федор-то. Кому он проповедует? Священник. Его рукоположили. То он вокруг земного шара на шаре летит. А на него задействованы сотни людей. И метеорологические станции. И все. Дальше в одиночку переплывает океан. Рекорды ставит. Ну, Богу-то это нужно. Когда ты умрешь, труп твой куда поплывет? И пишут. И все это. Ну, просто глядеть не на что. Привел к Иисусу. В своей семье кого привел? Ну, в соседе, в городе, в стране, во всем мире. Кого привел и как? И какой результат? Какими словами? Что было? Это целая область. Наиглавнейшая в жизни христианина. И по ней Бог будет определять, где мы будем в вечности. А никого не привел пустышка. Ничего и нет. Ну, в нашей семье, Игнатий Тихонович, через брата, через меня, родители пришли. Я считаю, что к Иисусу. Потому что толкование читали. Библию читали. И как мама увидела в больнице, услышала, что священник там не так... Отец Александр поступил нечестиво. И она говорит, я не буду ему платить десятину. Я буду... Потеряевку лучше отдавать. Ну, к кому она пришла? Конечно же, ко Христу. Потому что авторитет все-таки... Было Христос. Библия. И вот они почили теперь, считая, что в Боге. Слава Богу. Слава Богу. Ну, так что же я не пойму. Роман Николаевич, ты что молчит? Ну, я слушаю. Да и слушаешь. Ты что, в монаха превратился, что ли? Ну, так и... Я даже слышу. Вот и слушаю. Пока слышу. Ну, о благовестных. Рассказывай давай. Потом сразу Вячеслав. Первое дело... Вот то, что сейчас сказали. Вот сейчас вот только что. Что... Если, значит... Отдали десятину нечестивому священнику, а благочестивому, значит, к Иисусу. Я так не считаю. Просто... К Иисусу... Это когда... Хвала Господу нашему Иисусу Христу. Это когда человек благовествует сам. Стремится к этому. Сетует. Вот я не могу пойти на благовестие. Вот у меня ноги заболели. Или что-то там у меня заболело. Или что-то у меня там не хватает. И молится Богу, чтобы у него это хватало, чтобы он шел. К людям на благовестие. Сам. Лично. Вот так. А то, что... Один священник плохой, другой хороший. А... Это другое дело, что каноны исполняет. Каноны не касаются благовестия. Нет канона про благовестие. Ну и что, что один священник исполняет каноны. А он все равно не идет на благовестие, допустим. И все. И ваши деньги пошли не на благовестие. Поэтому, если сам человек тоже не благоествует, то он и к Иисусу не пришел. Скоро Господу нашему Иисусу Христу. Благоествовали родители. Как не благоествовали, Роман? И на благое дело также деньги давали. Вот как раз на благовестие мама вкладывала. Этому я свидетель. Слава Богу. Сами уже немощные, потому что были. А папа и внешним видом, и борода, и подпоясанный, над ним смеялись в деревне. А он только улыбался кротко в ответ и все. Вот даже внешним видом. А вот как раз сказано, кто меня не исповедует. Надо исповедовать, а не улыбаться как раз молчаливо. Вот не молчание нужно было, а говорить. Нет, папа не молчанник был, говорил, говорил. И на благовестие с Игнатием Тихоновичем в Камышинку, свою родную деревню, и выступал там. Уж не знаю, о чем он говорил, я не присутствовала в Камышинке. Так что были они, и в меру своих сил благовествовали. Они у нас пришли к Богу-то на склоне лет уже. Поэтому-то здоровьишко-то было уже не такое, чтобы. Но ездил с Игнатием Тихоновичем, с Виктором, вот по Завиаловскому району. И ходил по Гелевке, когда мы благовествовали в своем селе, где жили родители последнее время. Так, Оль. Ладно, все. Ольга конкретно ответила, я провела свою маму и папу к Иисусу. Она конкретная, ответ на конкретный вопрос. Кого я? Я тоже могу сказать, я свою маму к Иисусу привел. Роман, ты можешь сказать, что ты свою маму к Иисусу привел? Я вот знаю людей, которые, ну, как бы положительно... Что-то как-то в сковородке, ты да, да, нет, нет. Как Игнатий Тихонович говорит, я отвечаю так, как я отвечаю, не так, как вы хотите. Чтобы я отвечал. Прямого ответа нету от тебя, Роман. Вот я говорю, Игнатий Тихоновича тоже в этом уже обвиняют, что вы прямо не отвечаете. Вот мы вас спрашиваем, а вы в этом не отвечаете прямо. Игнатий Тихонович тебя прямо сейчас спрашивает, каково я привел к Иисусу? Да, Игнатий Тихоновича тоже прямо спрашивают, а он прямо не отвечает. Он отвечает так, как ему... Он не прямо отвечает, а он отвечает, бывает, что с заходом. То есть сначала про одно расскажешь, потом про другое, а потом уже то, что... Вот ответ на вопрос. Вот так. Много раз так Игнатий Тихоновича. Очень много раз так. Скажи честно, что не привел никого и все, тебя никто не убьет. Вот скажите, вот это Игнатий Тихонович и говорят, вы не хотите отвечать прямо на вопрос. Вы что-то там начинаете как-то говорить, как-то непонятно что-то о чем-то? Я начал говорить, отвечать. Что, отвечать? Отвечать, не отвечать? Я не знаю. Можно сказать. Пожалуйста. Я еще ничего не ответил. Время твое вышло для ответа. Ну, я и говорю. Вот. Мы когда... Вопрос задается быстро Игнатий Тихонович. Ответ может быть и долгим. Пожалуйста, говорите. Кто хотел. То есть вы делаете из Игнатия Тихоновича кумира, я вот так вижу. Ему можно, а другим нельзя, другие не подходят. Да ему что на этот вопрос отвечать-то? Тысячи людей пришли в православие через него-то. Ты что, городик? А он отвечает. Он отвечает. Он отвечает. А ты только языком болтаешь, за другими следишь. Вот видите, как проявляется, как Игнатий Тихонович говорит. Задело вас, значит правильно я говорю. Кумира делаете из него. Ну вот видите, задевает. Значит правильно. Ты про него и говоришь. Никто про Игнатия Тихоновича не говорит. Один ты на него ссылаешься без конца. А потому что я его изучил. Я знаю, как он говорит, как он делает. И стремлюсь к этому же. Так же поступать. Так же делать. Когда надо это. Когда это надо. Присообразно. Мы сейчас разбираем. Игнатий Тихонович задал вопрос. Кого я привел к Иисусу? И каждому просил тебя первого ответить. Ты не ответил. Ответила Ольга. Ответил я. Кто-то еще хотел ответить. Конкретно. Конкретно. Человек конкретного человека. Да. Конкретного человека. Вот Игнатий Тихонович еще раз говорю. Конкретные вопросы задают. Я это слышу. Прям можно ответить да, нет. Но Игнатий Тихонович так не отвечает. Он отвечает так, как ему надо. Он как он считает нужным. То есть, вы делаете кумира из него. Ему можно. Другим нельзя. Тебя, Рома, наверное, буду банить, наверное. Ты замучил уже всех. Свои. Вот. Задело. Видите, задело. Как Игнатий Тихонович говорит. Значит, правильно я говорю. Правду. Не правильно. Алло. Сергей. Да. Прекратите разговаривать. Давайте. Я расскажу, как. Я отвечаю четно и конкретно. Это какой-то вопрос богословский. Там уже предыдущие взять из Ветхого Завета. На что указывали. В данном случае да и нет. Не да. Прямо перечислить. Когда мне в руки попало уже Евангелие. Я обратился 27 сентября 1962 года в 17.00. Вот. Ну, работал я на корабле. А там навигационные дни. Суббота и воскресенье ты на берег не сходишь. Их причисляют к отпуску. И отпуск бывает два с половиной месяца. Вместо пятнадцати. Ну, у меня уже было Евангелие. Я поехал домой. Приехал. Конечно. Я первым засвидетельствовал родителям. Сестрам. Первая. Самая первая. У меня сестра обратилась. Потом вторая сестра приходит. Потом третья. Их пять сестер. Брат обратился. Вот. Брат Аким священником стал. Вот. Два брата никак не отреагировали. Их уже нету. Любили веселую жизнь. Вот я конкретно говорю. Отец умер. Исповедовался. Какой он уже был там. Мать. Та пришла. Все приняла. И свидетельствовала везде другим. И в тюрьме у меня была. И там даже проповедовала. Ну, надо учитывать, что человек не грамотный, но очень четкий и честный. Вот конкретно. Свои. Я показываю своих. А что не свои, это только сегодня уже несколько человек пришло. Вот сегодняшний день конкретно. Вчера приезжали за книгами. Вот. С ними поближе познакомились. Они хотят приехать. Но я сказал, пока бороду не отрастут, не ездите. А дальше будет все видно. Они никак не хотят ходить в храмы Московской Патриархии. Потому что увидели то, что сильно им не понравилось. И такими резкими словами высказываются. Но мы никого к себе не разрешили. У нас не разрешено звать к себе никого. К Иисусу можно. А к нам нельзя. И для всех непонятно. Да как тогда? Ну, вот так знакомимся. Все. Человек попросится. Тогда мы разрешим один раз прийти. Такого нигде никогда не было. Таких вот правил, условий, как и у нас. Так вы исчезнете. Да, мы исчезнем. Но мы показали, что звать надо к Иисусу. И вот эти люди прямо говорят о Господе. Все. И проверить можно, если ты самый возрожденный. Теперь те, через кого я пришел, кто дал Евангелие. Они пятидесятники. Они были соединены с баптистами. Я теперь еду туда к ним и привожу полную, большую синодальную Библию. А тогда трудно, трудно было достать. И подарил там им. И всем стал говорить, что вы не церковь. А мне-то, я там не был их ни членом, ничего. Но у них проповедовал уже. Как вот Библия коснулась моих рук. Через три с половиной месяца я уже стоял за капитрой. Библию я эту всю съел. Возьми, говорит, и съешь свиток. В первую очередь меня интересовали Михаила Анна, хозяева дома, в котором я получил Евангелие и принес покаяние перед Богом. Не в общине где-то, на дому. На дому у них склонился. А дальше уже другая пошла жизнь. Где говорил, где уезжал, я уже не знаю. Только изредка появляется человек. А вы тогда были, говорили, я обратился там, покаялся. Из тюрьмы, которые были. Я же в свидетельстве по всему миру еду. Я же не знаю, кого коснется-то. Результат это я не вижу. А потом только появляются какие-то сведения. Но факт тот, что все зависит не от нас, обратиться человек или нет. Говорить это зависит от нас. А обратить не зависит. Можно говорить искусно, говорить правильно. И при жизни не будет никаких плодов. А бывает, после смерти проявится. Бывает, человек тщеславный. Вот кто-то обратился, он себя уже не знаю, каким чувствует. Оратором или кем. И Господь удерживает от этого. Вот конкретно сразу Евангелие начинаем считать. Вот сейчас посмотрите, вот эта рулетка. Сейчас рулетка. Там вообще вопрос, зачем мы пришли сюда? Там Содом и Гоморра. Содом и Гоморра. А у меня уже составлено 150 роликов. В чате. Вот этого, который на меня нападает, там синицкий-то. На него никогда мусульман как огня боится. Потому что они головы режут, говорит. А у меня беседы, беседы каждый день с мусульманами. Они на меня прямо идут и идут. И такое, чтобы совершенно негодное не было. Да, он остается при своем мнении. Но семя уже брошено. Вот сегодня только с мусульманом говорил вчера. Это целые ролики составляются. Как ему доказать? Как показать? Это надо, конечно, знать их книгу. Надо знать историю. Ну и я пришел не опровергать какие-то книги священные для кого-то. А проповедовать Евангелие. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Вот он начинает подправлять. А дальше-то я ему показываю. Кто прослушает, увидит. Здесь нужно знать хорошо историю. Твердое основание. Один только Аллах Акбар. Аллаха, значит, великий. А я в ответ ему поднимаю пальцы и кричу Иисус Акбар. Он на меня опять Аллах Акбар. Я кричу Иисус Акбар. Он три раза сказал и замол. Больше не стал говорить. То есть артиллерия подавила огневые точки. А дальше мы стали говорить. Да вот нет, да вот мы там мирные. Я говорю, вы не скажете, в Беслане кто захватывал? Православные, баптисты? А при чем тут мы? Не при чем. Я просто спрашиваю. Дальше. В Волгодонске кто взорвал? В Норд-Осте кто взорвал? На Каширском кто взорвал? В Испании, во Франции, в Великобритании, в Германии кто? И все. И он сразу выключил. Но уже заброшено ему было. Чтобы он рассмотрел, где он находится. Наши заповеди. Он мне говорит. Да у нас так написано в нашей книге, это много больше, чем в вашей Библии. Я говорю, смеяться нельзя, но я скажу вам внутренне, я рассмеялся. Одна страница нашего Евангелия содержит больше, чем вся ваша священная книга. Одна страница. Поэтому почему я говорю, знаю, о чем их книгу я разбираю по главам и стихам, по нашему сказать. Они нуждаются в этом. Ну тут-то еще у нас, я вижу, люди есть. Еще остальные-то молчат. Здесь четко и ясно. Я показываю, кто в семье никуда не отхожу. Где-то действительно надо прелюдия, предисловия сказать. Просто так нельзя. Роман прав тут. Но в данном случае это да или нет. А сверх того от лукавого. Я поехал в деревню, где родился. Там всем засвидетельствовал. В окрестных селах везде засвидетельствовал. Все. В окрестных селах рядом больше тридцати тысяч Евангелий раздали. А кто обратился-то я не знаю. Иногда звонят. А я там-то была, взяла-то у тебя такая. Ну иди в храм. И мы отправляем все сто процентов в храмы Московского Патриархата. Для всех непонятно. А сами-то еще туда не идете. Потому что меня сразу убьют. Церковная мафия. Ну я ответил на вопрос. Остальные начните говорить. Может нужно подправить что-то. Я могу подсказать. Можно? Вот когда я вернулся в Межгорье с Москвы. Это было три года назад. Уже на три года. Получается сразу буквально первый мой приход в храм. Я встретился с человеком. Которому рассказал о Потеряевке во-первых. И вот так что канал есть на ютубе. Благовествовал сразу. То есть. Сказал Господи нашему Иисусу Христе. Этому человеку. Который ходил много раз уже в этот храм. У него и жена и дети туда ходят. Сейчас он перестал ходить. Ну может он и не особо ходил. Сейчас совсем почти не заходит в этот храм. И он купил у Сергея парализованного. Сергея Козлова икону. Ну он видимо вышел через Потеряевку. Вышел на Сергея. И купил у него икону. Вот недавно я ему рассказал новость о том что Сергей умер. Ну он так ну как бы. И тогда только я узнал что он икону купил у него. Ну как бы я до этого вспоминаю что он говорил о том что можно ли купить там у него. Как прошел. Я говорю это надо с нами Сергеем. Вот. Он видимо с ним поговорил. Как-то переписывался. И вот сейчас я ему рассказал об этом. И сказал что Сергей уже отошел давно от икон в Писании. Он сказал что иконы не приближают к Богу. Они не боговествуют. Практически. Вот. Я не устал что-то разговаривать с людьми. Вот. Такой вот такой самый яркий можно сказать пример. Спасибо Христос. Еще желающие высказаться на сей счет. Ну если нету опять текст дай. По второй строчке пройдемся. Так. Вот что он сказал главное то. Главное слово которое сказал ему что ты камень твердый. Вот теперь Иисус мне сказал бы это или нет. И каждый себе скажи. Я встретился первый раз с Иисусом. У меня имя такое-то. А он его переменил. Зазвучало по-другому совсем. Он Петр. Говорит. Ты наречешься кипа. Что значит камень? Кипа. Являюсь ли я камнем в вере? Или так? Пыль одна под ногами. И кто это подтвердит что ты камень? Или только ты сам подумал что камень? Вот если считать медленно. И ты увидишь как начинается работа внутри себя. Что ты припоминаешь. Бога благодаришь. А если этого нет. Ревновать об этом надо. Где-то маленько прижали. Все да нет. Да я больше не буду. Сейчас приближается великий пост. Меня спрашивают. Муж ты не верующий. Варить мясо или жарить. Или как. Я рассказываю как. Ты две кастрюли делай. Постная. И вторая такая. Которая все там нужно. И скажи. Руби. Надо. Мясо своей рукой ложи. Я к нему не прикоснусь. Вот твоя кастрюля. Я поставил. Картошку сделала. Капусту наложила. Мясо клади своей рукой. Добейся этой свободы. Если они дома рядом. Ты не верующий это. Я не буду касаться. На компромисс не пойду. Покажи что ты камень твердый. Православных таких моментов много. Потому что мы отличаемся. И меню другое у нас. И сон другой. И гости другие. Все у нас другое. Все единое бытие начинается. Уже сейчас. А у стеклянтов этого нет. Какой он был такой остался. У него ничего нет. Ни креста. Ни пояса. Так что по второму пункту тоже никого нету. Развеяло пыль. Я не могу сказать. Ну кто-то сказал бы кто-то как-то. Ну допустим вот. Нас захватила мафия. Когда мы пересекали турецкая греческую страницу. И мы ничего не могли сделать. Витю где-то они отбили от нас отдельно. Но я сказал никуда не ходить. Поднимаем руки и молимся. Мы там почти чуть не сутки простояли. Они с нас требуют то 100 долларов. А тут же пошло среди ночи 400 долларов. Я сказал ни шагу никуда. На молитву. А напротив полицейский участок. И утром когда мафия сменялась. Ну одни дежурили. Другие это. А один который пришел мимо проходит на нас и говорит. Этих нам не взять. Этих нам не взять. Это камень, скала. Почему? А я за Бога скрылись. За Христа. Как Солженицын говорит. Его вызвали. Ветров твоя кличка будет. Тодорова. Ты же все не советский гражданин. Да советский я. Но я не могу. Я впервые скрылся за Христа. Я христианином стал. Я не могу. Да вы же советский офицер. Да, советский офицер. Но я не могу сказать. Потому что я христианин. Его еще убивать только. Скала. И с этого времени уже они боялись его трогать. Ты в любом вопросе покажи так. На суде тебя вызовут где-то. Четко, твердо, ясно. Исповедуй веру Христову. А то, что я сказал, как-то побудило кого-то сказать. Ты сам себя не назовешь, а тебе скажут. Обязательно. Вот меня допрашивали, я еще сижу в КПЗ. КПЗ это еще не тюрьма. А такое временное содержание. И в это время приходят, там сколько, я не знаю, кандидаты наук привели их. Меня исследовать-то. И когда кончился допрос, я отвечал. А они стали-то и рассуждают между собой и следователем. Этого нам не взять. У вас очень твердый стержень. У вас железно все. На весь сказ. Это же в тюрьмение раз было. Никогда не уступай истины. Ни на какие компромиссы не иди. Вот уже второй раз говорят. Почему? Молитва. Моего там ничего нету. Но не взять. Не взять и все. Потому что только убивать надо. Я не слышу никого. Я молюсь. Мы ехали. У меня с собой щетки были всегда. Интересно. Щетки были старенькие. Где-то, видимо, ногой засыпил и выронил. Но тут мы уже возвращались домой. Заехали к отцу Геннадию в фас. Но он узнал. Давай мне разные щетки предлагать-то. Но они не такие все. Я люблю десять десяток. Сотница. Вот сейчас на богослужение. В воскресенье будет. Я расскажу, как у меня потерялись щетки вот здесь со стола. Все проискались, Володя. Все везде. И под пол лазят. Так они не нашли нигде. А прошло три дня и вдруг. А Миша на занятиях сказал. Я принесу. И в этот же вечер принес. Привез мне щетки. Хорошие щетки. Прямо, ну как мои, только более мощные. И в этот же день я отмолился только. И Володя нашел, где они были. Котик занес. Там одежда лежит в ногах. И он в них запутал ее и все. Вчера выходить, закрывать дом. Клича нету от дома. Но я знал, он проказник. Так палочки подпер. Ездили по городу. Вернулись. Я начал искать и нашел. Он из шкафа залез. Третье полки достал. Скинул на пол. Скатил его. И куда в дырку лазит, под пол туда загнал. Я фонариком увидал. Вот он сидит рядом-то и дремит у меня. Отчаянный такой растет, баловник. Сейчас я коробочку все сложил туда. Твердость должна быть. Сказал да, да, нет, нет. Вот это и есть да, да, нет, нет. Это твердость. Ну и надо знать где. Я считаю так, что у христианина все-таки должен быть характер и твердый и мягкий. Я шел на допрос в КГБ с мамой. Ну, Ленина 30 в Барнауле. Ну и взял с собой большую сумку, в которой я ношу магнитофон на батарейках. А в КГБ-то уже знали. Ну, меня вызывает в кабинет. Я захожу. Он говорит, Игнать Тихонович, оставьте там у матери. А зачем оставить? Ну, оставьте сумку там. Тогда он прямо говорит, у вас же магнитофон записывают. А мы сидим за столом. Я говорю, а у вас-то тут под столом сколько жучков? Ну, тогда покажите. Я пошел, ничего не взял. А положил решение 22-го съезда партии. В 62-м году Хрущев говорил, нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. То есть в 82-м году, в 82-й там 18 лет, да здесь считай 19, вот и считай сколько лет. Вот 38 лет уже мы при коммунизме живем. Он достает, книжка одна, ой, как вы это, насмеялись над нами. Ну, это юмор немножко. Тогда давайте дальше считать. Давай текст. Это для размышления. И дальше читаем. Деяние 4.13. Считай, Сергей Павлович. Видя смелость Петра и Иоанна, и приметив, что они люди не книжные и простые, они удивлялись между тем узнавали их, что они были с Иисусом. Микрофон не выключите, это, включите, Игнатий Михайлович. Вот там, говорит как, привел к Иисусу. А здесь узнавали почем? Что они были с Иисусом. И когда избирали, вместо отпадшего Иуды, кого-то Матфея поставили, кого избрать? И избрали вот так-то, так-то, так-то. А почему? Кто был с Иисусом со времени начала проповеди Христа до Его казни и воскресения? Вот такое условие. Таких нашлось два. И тогда поставили, бросили жребий. И здесь узнавали, они были с Иисусом. От того, что мы с Иисусом по этому признаку, у нас узнает кто или нет? Или мы незаметно прошли. Крестик к лямочке майки пришить. Нигде ничего, чтобы не узнали. А я потеряю должность свою. Молитва. Я считал, кажется, у Николая Семеновича Лескова про Саблера пишет. Саблер это был какой-то министр у Николая Первого. Вот. Ну, большая должность. А у него приемный. Людей много. А приема нет он. О которой у меня секретарь он говорит. Да он сейчас Акаф из Божьей Матери считает. Вот тебе на... Так рабочий день начался. Ничего, говорит. У него такой распорядок. Вот царь-то знает. Царь, как раз, знает и молчит. Как говорят, я попутно хочу сказать. А вот смотри, говорит. В районе, там, в Гудермесе, там, у Рамзана Кадырова. У главы администрации две жены в другом. А чего Путин-то? А Рамзан Ахматович Кадыров говорит. Да Путину-то зачем эти жены-то наши считать-то? Главное дело свое делает. Так и здесь. Определенно и четко. Вот. Начинаешь, когда беседовать. Так. По чем узнали? Так. Узнают нас, что мы Иисусом ученики или нет? Что мы с Иисусом были? Или находимся? Как часто мы произносим это имя Иисус? Вот я был на площади в Москве. Открывали памятник Кириллу Мефонию. И там слово говорил патриарх Алексей Второй. Слово Библии ни разу. Ни разу. И у сегодняшнего патриарха, кажется, ни разу я не слыхал. А слово Иисус Христос, ну, раз встретилось или так, а в такое предаточном предложении. Не главное. Мы же христиане. Мы должны вот это течение направить в другую сторону. Такое стихотворение есть у Алексея Толстого. Не льва, а Алексея. Встречное движение создать надо. Ну, так давайте на эту тему поговорите. Еще раз текст покажи-ка. Смотрите. Видя смелость Петра и Иоанна. Видят они нашу смелость или нет? Или мы прячемся еще? Как поп-толоконный лоб прячется, за попадью корящится у Пушкина. Видя смелость Петра и Иоанна. Они увидели это? Главное, ты не покажи. Я когда вернулся уже из заключения, которые были на суде, спрашиваю, как со стороны-то было? Ой, как вы смело выступали. Вы власти так обличали. Я говорю, это обман. У меня внутри все сжималось и трепетало. Но это не было показано. Поэтому вину это не ставится. И я сознаюсь, а что я себя героя строить буду? Я очень даже боялся, что переведут 193 на 70-ю статью и срок в два раза увеличится. Главное, это не я, что сижу, мое дело остановилось. У меня выходили тысячи пленок. Насчитано 50 книг. Златоуста распространяется. Жития, добротолюбие. Архипеллах уже не трогал. И в руках все прервано. Лодку мою подтащили к берегу Баграме. Вот теперь в жизни было у тебя так? Вот помягче бы ответил, по-другому было. Это есть такой епископ один. А у него был диакон Викентий. Жития святых. Он молчал, конечно, при епископе-то. Но когда их стали допрашивать, а епископ так отвечает, ну так склонно, что, ну ладно, мы тут не будем. Может только дома там или где-то. И этот уже правитель-то видит, вреда-то никакого от них нет. Хотел отпустить. Ну же вот-вот отпустил бы их домой. И Викентий не выдержал и говорит, Владыка, ну что ты этому псу-смердящему язычнику так отвечаешь? Да ты ответь ему, чтобы он понял, что он в огне горит-то. У того глаза на лоб. Ну что ж такое-то? Это как разговаривали с властями-то. И обоих приговорили к казни, и обоих казнили. Вот история-то какая. Видя смелость Петра. Давай снова текст. Вопрос стоит. Видит ли в нас смелость враг? Видя смелость. При беседе с иеретиками, с властями. Вот мне пришлось раньше, когда до ареста я писал письма в ООН. Обвинял их в масонстве. Куда им ведут людей к антихристу. Своими словами все называл. Патриарху писал. Пимену, Алексею Первому. Какие были? Всем патриархам писал. Всем архиереям писал. Открыто все, что они должны быть извергнуты. Они коростовали все в коростах. Как сказал патриарх Никон. И видя, что люди не книжные. К нам не семинария. Я всегда подчеркиваю. У меня никакого гуманитарного образования нет. Это мое преимущество. Меня никто не корежил. Никакой Осипов у меня в душе не гадил. Простые. Притом удивлялись. Тем более удивляются. А между тем узнавали. Не по этому, что диплом у него там есть. Академию закончил. А что люди, что они были с Иисусом. Как все просто-то. И теперь припомню. Вот я опять же вопрос задаю к себе. В вашей биографии у кого было это? Чтобы вы заметили вашу смелость. Высказали это. И что вы были с Иисусом. Ну, если ничего нет, все молчат. Давай, Сергей Павлович. Дальше. По одному предложению. И спрашивать всех. Находи золотые слова в каждом предложении. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот за это и прославляется Отец Небесный. А за что? Утаился и от мудрых. Ну, от мудрых, которые сами себя считали мудрыми. Заповедь блаженства. Блаженные нищие духом. То есть, я раньше, когда читал, мне непонятно было, как так. Блаженные нищие духом. Я всегда считал, что блаженные высокодуховные люди, богатодуховные люди. И блаженные и счастливые. А которые духовные нищие и слабые. Это что? Все вроде они блаженные. Да, когда толкование-то прочитал, все стало ясно. То есть, блаженные, которые сами себя считают духовно нищими. Если он сам себя считает духовно нищим, то он непременно станет духовно богатым человеком. А если он считает себя духовно богатым, ему ничего не надо, ему и Библию читать не будет, и движения у него духовного роста и не будет никакого. Поэтому он несчастный в этом плане. Вот. И открыл то младенцам. Ну, младенцы, то есть, наивные такие дети, которые не считают себя мудрецами мирскими. В духовном плане мы все должны быть мудрыми. К этому надо стремиться. И Господь сказал, что в безумии в сердце своем нет Бога. Кто верующий, значит, мы не безумцы, значит, мы мудрые, желающие на этот стих сказать. Пожалуйста. Да и час уже прошел. Я не на этот стих, а на вышесказанный. Вот, зная и понимая важность вот слов Писания и о том, что их надо говорить, я каждый раз прошу в молитве, Господи, дай мне силой и смелостью, со всей силой и смелостью говорить слово Твое. Я об этом прошу Бога, чтобы Он мне дал со всей силой и смелостью говорить слово Твое. Ну и при возможности я это делаю. Да, хорошее замечание, что когда чего-то не хватает, смелости или дерзновения, попросил молитвы у Бога и Господь дает. Ну, понимая, что Господь говорит, без меня не можете делать ничего. Человек, который это принимает, у того все получается, а который своими силами пытается что-то делать, самонадеянный, ну, тот, как правило, бывает посрамлен, то есть он в своих ночах мудрый, но ничего не получается. Ибо Христос у человека говорит, будьте как дети, вот младенцами. Это правильно. Так. Час прошел у нас, слава Богу, сегодня. Пожалуйста, у кого накопились вопросы за это время, задавайте. Нет. 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 Нет вопросов. Продолжаем дальше читать 1 Коринфянам 1 глава с 26 по 29 стихи Посмотрите, братья, кто вы призванный, немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрое миро, чтобы посрамить мудрых, и немощное миро избрал Бог, чтобы посрамить сильное и незнатное миро, и уничиженное, и ничего незначащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. Пожалуйста, ваши рассуждения на этом стих. Ну а что плохого, чтобы какая-то плоть хвалилась пред Богом? То есть он упразднил все это значащее и... Гордыня будет. Гордыня будет, да, чтобы не было гордыни. Что такое гордыня? Человек гордый. Возвышается над другими, да. Считает себя самым умным. Человек, который, делая добрые дела, приписывает их себе, а не Богу, что это Бог так делает. Вот это гордый человек. Да. Поэтому Господь избрал вот немудрых вот этих апостолов незнатных, чтобы... Те люди книжные, ну, посомнены были, они, видно, приписывали все себе, а эти не ученые, ну вот... Так, дальше. Христос призывает учеников не к отшельничеству, а к деятельной, благословенной для других жизни. Не в монастырь, а к народу. Ну вот о чем Игнает Тихонич и говорил, да. И вот этот вот стих следующий, прям как раз против монастырей говорит, напрямую. Евангелие Таана, 17 глава, с 15 по 18 стих. Не молю, чтобы ты взял их из мира. Христос, Богу Отцу молится. Но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истинною Твоею. Слово Твое есть истина. Как ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. То есть Христос своих учеников послал в мир благовествовать истину. А Игнает Тихонич правильно подметил, что самые лучшие силы, соки избрали из христиан. И в монастырь их упекли, чтобы они молчали, никому ничто не говорили. Это неправильное учение. Уход из мира. Вы, Христос, учит свет миру. Мы должны в этом мире светить. Да вы люди, вот эти мирские, видя ваши добрые дела, прославляли Отца вашего Небесного. И вот когда мы сидим дома и не выходим к людям, мы сидим в своих маленьких монастырях. Мы тоже монахи. В этом случае. Да. Монашество, моно, что такое моно? Моно это один. И в защиту монашества одиночество тоже есть. А я хочу, чтобы вы были без забот. Апостол Павел говорит, женатые заботятся о том, как угодить жене. Эй, никогда не угодишь. Ни жена, ни замужняя тоже заботятся, как угодить мужу. Вот эти заботы семейные, неурядицы, быты, они мешают проповеди. Дети, как раз их бросишь, поедешь куда-то, что ли. Да нет. А когда свободен человек, монах, ничто его не связывает, не удерживает, он может много пользы принести. И вот надо вот к себе. А меня Господь посылал, послал, послал. Я посланный, так и я посылаю вас. А послал Господь послал в мир. А меня послал, или меня это не коснулось, или я так и буду непосланным. И дальше следующий стих. Матфея 10, глава 6, 8. А идите на ипачек погибшим овцам дома Израилева. Ходя же проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром давайте. Хорошо бы, если бы в сегодняшнее время таких вот людей найти-то побольше. А у нас вот все вот спотыкается, даром получили, даром давайте. Ничего православных даром не делается, к сожалению. Были мы в миссионерской поездке, заезжали мы. Торговля страшная везде, деньги, деньги. Предлагаем бесплатно книги Игнатия Тихоновича. А она говорит, а я не возьму, я их не продам, у меня их покупать никто не будет, у человека. То есть он заточен уже просто на прибыль, а не на то, чтобы человек познал истину в духовном плане. Конечно, выгоднее иконы продавать, которые люди покупают. Для чего покупают такие дорогие? И Сергей Козлов их в одно время писал и продавал. Но он мне что нравилось, он их продавал и у них было на обратной стороне или там ниже, я сейчас не могу точно сказать, житие этого святого. Вот это я считаю правильно, потому что в моей жизни именно меня коснулось житие целителя Пантелеймона, когда у меня было серьезное заболевание онкологии. Я, прочитав его житие, поверил, что есть такой от Бога дар этому святому исцелять болезни, которые не могут исцелить простые врачи. И как раз вот моя ситуация, я стал ему молиться. И поверь, Господь мне дал чудесное исцеление от этой болезни. У меня было даже такое вот дерзновение, что раз вот меня Господь исцелил и у меня тоже такой дар, я просил вот исцеление. И тоже в моей жизни был один случай, когда я из сына молитвой и постом угнал беса. Слава Христу за сей дар. Я об этом молился, конечно, поблагодарил Бога. Сын, к сожалению, к вере никак он не отрицает, но живет с неверующей матерью, поэтому среда, конечно, неблагоприятная для духовного роста, общения мало со мной. Если бы жил со мной, может быть, что-то не было бы лучше. Вот мы с мамой рядом живем через дорогу, вот она обратилась, приняла крещение, сейчас вот молится, постоянно ходит в храм и Евангелие раздает людям. И с сестрами с нашими у нее общение бывает такое. Слава Христу. Одно ли духовенство в настоящее время призвано быть делателем на Ниве Божией и распространителями Евангелия или к участию в этом призваны также все истинные христиане? Вот этот вопрос нужно разобрать. Ну, некоторые считают, ну это вот апостолы им дан дар, вот они вот тут благовестовали, а мы грешные, супергрешные, куда нам до этих апостолов равняться, это даже может гордыни какой-то привести, чтобы я как апостол был. Однако Слово Божие нам говорит, что рассеянные ходили и проповедовали слова. И вот Деяние 4 глава 20 говорит, мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Всем запрещали, а они говорят, ну как вы нам запрещаете? Мы не можем, мы это видели и слышали, мы свидетели, как вы нам можете запретить говорить того, что видели и слышали. Ну и вот 8 глава с 1 по 4 стихи. Савл же одобрял убиение его. В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме и все кроме апостолов рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. Стефана же погребли мужа благоговейные и сделали великий плач по нем. А Савл терзал церковь, входя в домы и влача мужчин и женщин отдавал в темницу. «Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово». То есть это вот под рассеявшимися нужно подразумевать не только одних апостолов, а тех, кого уже апостолы обратили. То есть тут прям конкретно написано «все кроме апостолов» рассеялись. То есть не одним апостолом дана была эта благодать, благовествование слова всем. Поэтому считать, что это дело только каких-то избранных людей – это неправильно. Господь всем дал этот талант, а вот уже от того зарыл ты этот талант или раскрыл, зависит твоя дальнейшая участь. И Господь говорит, кто не собирал, тот растачает, то есть кто не благовествует, тот растачает. Это как? Ну я же… А вот так дьявол-то трудится, если ты человека не обратил ко Христу, то другой злодей его оборотит на злые дела. Ты не успел, ты промолчал, ты мимо прошел. Поэтому в молитвах всегда возгревайте себя. Господи, пошли людей жаждущих слышать слово Твое. Молюсь я часто так. И встречаются люди в жизни, говоришь. Вчера вот буквально разговор состоялся просто. Я дрессировщиком в работу приехал и все. Отработал с собакой час. Она спрашивает сама, а вы верующий? И все. А как она узнала, что я верующий? Вроде ничего такого и не говорил ни о Христе, а вот ее разговоры. И все. И как раз вот она и Сергея Козлова знает, оказалось, что и муж у нее и иконы пишет. И так вот хорошо побеседовали. Одиннадцатая глава с 19 по 21 стихи. «Между тем рассеявшиеся отгонения бывшего после Стефана прошли до Финики и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слова, кроме иудеев». То есть они иудеям проповедовали рассеявшиеся отгонения. То есть гнали не только апостолов, всю церковь гнали. Но однако они проповедовали. «Были же некоторые из них киприяне и киринейцы, которые, придя в Антиохию, говорили Еленам, благовествуя Господа Иисуса. И была рука Господня с ними, и великое число, уверовав, обратилось к Господу». Вот, читаешь, думаешь, да, времена были какие-то великое число, и пишет и три тысячи, и уверовав в один раз, и многие священников покорили вере. Ну, а сегодня, конечно, к сожалению, в последние времена таких вот случаев, когда великое число уверовав обращалось к Господу, ну, мало встретишь. Я вот таких вот случаев не знаю. Слышал, что там вот в тюрьме один священник за один раз там покрестил там несколько сот человек. Ну, это же ни о чем. Был сухой грешник, стал мокрый грешник. Просто ладошкой к полу, да какое это крещение. Он не к Иисусу привел, и никуда так профанация, нам брак. Так. Ну, следующее. Ольга, найди пока, вот Римлянам 16 глава, с 3 по 6, а я пока 1 Фессалоникийцам прочитаю, просуждаю. Ольга Симоненко, найди, пожалуйста. Так. 1 Фессалоникийцам 1, 8. Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахаи, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога. Так что нам ни о чем не нужно рассказывать. То есть еще этот стих подтверждает, что не только апостолам, но вот слово Господне пронеслось и уже вот и в Македонии, и в Ахаи. Слава пронеслась. То есть уже апостолам уже и не нужно рассказывать. Все за апостолов сделали другие люди. Оль, нашла? Нашла? Нашла. Давай. Приветствуйте Прискилу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников и домашних церков. Приветствуйте возлюбленного моего Епинета, который есть начаток Ахаи для Христа. Приветствуйте Мариам, которая много трудилась для нас. Девятый. Приветствуйте Урбана, сотрудника нашего Христе, Истахия, возлюбленного мне. И двенадцатый. Приветствуйте Трифену и Трифосу, трудящихся о Господе. Приветствуйте Персиду, возлюбленную, которая много потрудилась о Господе. Это все места указывают на то, что одно ли духовенство в настоящее время призвано быть делателем на Ниве Божией, но и все истинные христиане. А кто не благовествует, тот пусть задастся вопросом себе. Истинный ли я христианин или я христианин или профанация только одна. по названию только христианин. И 1 Тимофею 5.17. Достойно начальствующим пресвятерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. Им нужно оказывать сугубую честь пресвятерам, которые трудятся в слове и учении. А сегодня таких пресвятеров на просторах интернет это единицы. И то они не всегда по Слову Божию поступают. И гонение на них в церкви, то есть запрещают их там и сайты их не хотят закрыть и все, и куда годится-то. Столько пользы людям приносят, и однако вот. И как раз вот Игная Тихонича и отмечает дальше, сегодня самое большое сопротивление в этом направлении оказывают именно церковники. И этой самоизоляции учат и в семинарии, и в академии. Вот и мы видим, что отца Владимира, от Качева, от Андрея тоже начинается, вот эти церковники зубы точат. На Игнатия Тихонича сколько там уже зубы обломали. Постоянно ролики за роликами клевещущие выходят. Ученики с радостью пошли за Христом, оставив прежний образ жизни. Ну и вопрос я задаю. А я оставил прежний образ жизни? Пошел я за Христом? С радостью ли я пошел? Ученик ли я Христом? Вот каждый пусть ответит на этот вопрос. Не следует ли некоторым из нас, если хотим быть учениками Христа, переменить свою жизнь в каких-нибудь отношениях, и особенно в отношении проповеди по всему миру, от человека к человеку, от двери к двери, как делают ее эговисты, распространяющие свою ересь. Середикам, эговистам это открыто, что да, надо идти, надо распространять. Они ересь свою по любви к людям несут, а мы истину не можем, как бы у нас всякие отговорки, что… А какие отговорки? Помните притчи, когда Христос собирал? А я валов купил, ну купил и купил, мне надо их посмотреть. Он сегодня скажет, пойдем на благополучие. Да я машину купил, но это хорошо, как раз давай садись на машине. Да нет, мне надо ее пойти посмотреть, это на у меня такая красивая гаража стоит. Я душой к ней прикипел, неохота покататься на ней, съездить, отдохнуть там. Или другой отговорок. Я женился. Хорошо, вдвоем большего пользы принесет это с женой, тогда еще если либо кишек возьмете, пойдете по продавам. А не яговисты так и бывало, что бабка берет внучку и пошла. Вот, Игнатий Игорьевич, десять яговистов в этом отношении и направлении делают больше, быть может, чем все священники православной церкви. Послание Ефесянам, 4 глава 17 стих. Посему я говорю и заклинаю Господу, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего. И второй Тимофей, 24. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. В чем, например, вопрос? С семьей, например. Ну да. Ну и вот у нас как бы православная церковь, я считаю, что все-таки писание говорит, что пресвитер должен быть муж одной жены. А у нас вот пресвитера, они епископы, они все неженаты. Я считаю, что это правильно в том смысле, что они не связаны вот этими делами житейскими. То есть они, как воины Христовы, они могут больше пользы принести людям, чем если бы он был обременен еще и житейскими заботами пресвитер. А то, что написано, что муж должен быть, епископ должен быть пресвитером, должен быть муж одной жены, надо понимать, что одной. То есть у него не должно быть, он должен быть не блудник. То есть в чистоте, то есть не двоежонец. Вот. А это имеется в виду. То есть не обязательно ему ставится быть, в моем понимании, женатым. А почему? Потому что в книге Откровений там действенники прославляются. Действенники. Если они прославляются, то зачем тогда в обязанность ставить пресвитера? Они же выше считаются. И к ним особая честь. Пресвитерам, еще и действенникам. У нас это вообще золото считается в церкви. Поэтому наше православное так в церкви принято, я считаю, это правильно. Но, с другой стороны, если он муж одной жены, то почему бы, если он в доме своем, у него все порядок, и чин, и ребятишки все воспитаны, почему бы не быть епископом тоже? А то бывает, что и монах не обременен, он хуже, чем семьянин. То есть тут смотреть надо еще по состоянию человека, конечно. Насколько он ревностный. Любая, что он монах, а ленивый, никуда его не доздаешься. Он, если не семьей обременен, то что какими-то, может быть, страстями, охотой, рыбалкой или путешествиями какими-то связанными, ненужными совершенно. Сейчас модно этот православный туризм по святым мостам и издочится. В крестные ходы там ходят туристические походы, православные тоже. Я задаю вопрос. Ну вот вы вышли из одного из пунктов в Карабейниково, сто человек вышли, дошли до Карабейниково. Сколько человек пришло? Ну сто вышло, сто пришло. Почему? Они на меня глаза смотрят. Ну надо хотя бы. Вышло сто по пути, еще бы двадцать бы обратилось бы хотя бы. А лучше бы три тысячи, как в Евангелии говорить, от вашего благовестия. Тогда будет толк в этих крестных ходах. А то идут, ноги стирают, еще милиция их охраняет, еще налогоплательщики все это оплачивают. Зачем? Ради чего? Что вы хотите этим крестным ходом показать? И вот все. Такая благодать, такая благодать. Не знаю, я что-то не понимаю. Мы приехали в Карабейниково, в деревню на Алтайском поездке. На одно село, на все село, там два новых завета нашлось, раздали тысячи евангелий. Святое место, святое место, чем оно свято там? Люди-то, столько монахов там, а люди живут, Христа не знают. Не туда забрели, ох, не туда. Игнать Иханович, ну, резюме ваше еще в конце занятия. Пожалуйста. Ну, относительно Карабейниково, тут еще бессморная икона, и крестный ход к ней каждый год делает. Обязательно какую-то святыню найдут в каждом регионе. И вот мы у них там прошли, дворов-то я не знаю сколько, но пятьсот-то есть, наверное. И нашли, только раздали мы новые заветы. Не Евангелие, а новые заветы раздавали. Четыреста семьдесят новых заветов раздали. А так, чтобы люди имели два, действительно, не больше двух Евангелий. А потом там священник, он, Роман-отец, стоит и прямо заклинает. Когда люди собрались около храма, он уже милицию подпер, все. Ну, как обычно, сергианцы. А милиционер-то майор ходит, все это заснято у нас на пленке. Он что, кто нарушает-то, что? Ни внутри храма, ни в ограде. Что дальше-то делать, спрашивать. А поп не знает, только одно. Он заклинает, стоит. Я прошу, Игнатий Михайлович, уезжайте скорее отсюда. Я говорю, как вот в Гадаринске, когда свиньи потонули. Господи, только уйди от пределов наших. Я подготовил это показать, как они предательствуют, что делают. Мама в этом была в Павловске. А тогда был другой епископ, Максим. Ничуть не бывало. Его поставили епископом романа этого. Сейчас жалуются на него. У меня были люди. Ну, что сделаешь? В этой обстановке тоже надо трудиться. У бабки одной тут нашли сонник, сны разгадывать, книжка. У меня сонник есть. Она говорит, новый завет есть? Она говорит, сонник. Посмотрели, это действительно колдовское. Баба, это неверно. Ну, как неверно? А-а-а. Вы раздаете Евангелие? Не надо. Я думал, поминальники раздают это. Еще надо, отец Роман даст нам. Вот это. Да. Ну, что сказать? Как жизнь наша тут конкретно? В чем мы переменились? Даже работу свою не могут люди изменить. Да я верующий буду. Мы проходили. Придется работу потерять. Насколько людей разбивается человек. Характеристика. Вот я могу ставить пример. Александр Иванович Устинов. Мы были очень близкие с ним. Мы старообрядцы. Белокринитского согласия. У нас в Потеряевке живет ее сын Владимир. А вот приезжает Алеша, там это все его дети. А Андрей, это уже внуки ему. И вот говорит, ну не женатый. Ясное дело, что один-то свободен. Он женатый. Жил в городе Искитиме. 60 километров от Новосибирска. Вот для себя пример это. Работает на грубой работе. Там он токарь, лекарщик, заказчик там. Он все абсолютно мог делать. Разбитый автобус, он один восстановит его. Но дело-то вот в чем. Что у него было не два ребенка, а десять. Десять ребятишек. Это вообще. И 60 километров до Новосибирска. На Новосибирске он должен пересесть, выйти и сесть дальше на автобус. И туда подъедет к их храму, где он был. Я не знаю, хоть одно богослужение пропустил он или нет. Ему это как раз было, как раз то, что доктор прописал. При такой загруженности, и он вот только все успевал. У него сад был, огород, очень хорошая капуста. Но ему навредить желает. Кто-то пришел уже, вот-вот надо было собирать капусту там. И в мелкую лапшу изрубили капусту эти вилки. Злодеи злодействуют злодейски. Так значит, то, что ты не женатый, это не гарант того, что у тебя будет время отданное Христу. Наоборот, на другое. Свободно фильмы посмотреть. А почему бы не забрать у кого-то ребятишек в один дом, а другие занятые, которые обремененные этим, поехали бы в храм вместе. Нет этого. Мы разбираем очень важную тему. Ссылки все время делать на самого себя, в первую очередь. Я обращенный? Какое состояние? Как я продвигаюсь вперед? Добровольно. Все делается добровольно. Люди боятся приказов, что если я в приказном порядке. Но если он ко мне приехал в лагерь, общий пункт, я обязан так. Идем, не отставай. Это приказной тон. Ничего этого нет. А люди, которые нападают, у него ничего этого нет. У меня дисциплина. Дисциплина настоящая. Не наигранная. Вовремя ударили, пообедали. Куски хлеба никто не таскает. До вечера работают, до обеда. После обеда купаются, там играют. Занятия у них идут. К костру готовятся. Песнопения разыщивают. Ну вот мы ездили. Ездили мы трое. Виктор Николаевич и Николай Крущина. Тот шопер. А Витя, как благовестник. Мы все по слову Божию сделали. Два. Весь миссионерский отдел. Да, свидетельствовали. Да, говорили. А Бог его знает. Как там было? Что было? Были в шести мусульманских республиках. Порцию прошли. Встречались где-то с кем-то. Вы что, все было это? Сергей Павлович, распускай народ Божий. Помолимся. Останная ся, холая сяду, Блажите Тя, Богородицу, Присноблаженную и пренепорочную, И матерь Бога Нашего, Честнейшую Херувью, И славнейшую без сравнения Серафим, Безыстрения Бога Словородшую, Сущую Богородицу Те величаем Знаете, хочу молиться Боже всемогущий Создатель Мы предстали перед Твоим величием Услыши нашу молитву и прими ее Каждому даруй духовное рождение Чтобы мы были твердые, как Петр, как камень И что если при нас будет востарен Антихрист Чтобы никто не принял на его начертания Пощади наследие Твое, Господи Найди наших родных и близких Пролей милости на врагов Не помяни им судный денег безумия Наставь их на путь истины Слова, которые мы слышали И кто помогал составить это Воздаемые в вечности добром Тебе, Господи, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух Аминь Аминь Спаси Христос Слава, Иисус Христос, слава Аминь, спаси Христос Спаси Христос Спаси Христос Слава Богу Как там Володя, Игнатий Тихонович? А вы ролик посмотрите, я уже выставил сегодня Он вчера ролик там Так, подожди Ну да, ролик он там написал Ну, у него там А благовестии? У него там, кажется, 28 человек пришло А я от него перекачал, поставил уже 800, 900 почти что То есть посещаемость, ну, больше Слава Христос И кому он там говорил Он подробно все описал Я в событиях дня это Поместил, материал его И ему тоже написал, как у нас дела идут Кормят хорошо, все Боли в животе прекратились Там таблетками его давят Там женщинам подарил Он пошел с тобой пащику красных евангелий Взял Это 16 штук, наверное Похоже, все раздал Ну и что больше сказать На две недели примерно взяли Он не пишет, но заранее было сказано А вчера у меня особый день Был попутно сказать У меня мой записывающий аппарат Перестал Там движок какой-то двигать Я не могу ничего с него убрать Записывает, а нет Но это одно А дальше как-то приближаешь Так туман какой-то Это один вопрос Другой у меня телефон Уже два года Новый телефон стоит Стационар Мне звонят А от меня нельзя Это не все У меня заказчик Совсем никак не закачивается Я сижу тут Приходили сразу два программиста Посмотрели свой Поставили Он день поработал И тоже так же И тут ко мне пришел один программист Очень близкий у меня человек И давай везде названивать Мастера пришли Забрали мой модем А новый поставили Бесплатно А теперь оказалось Он зашел Этот программист А там какие-то бонусы Насчисляют У меня их уже там Больше тысячи Это означает Что месяца два Я за телефон Буду платить меньше На 20% Так интересно как Это все сделали вчера Вот в раз И телефон заработал И сейчас у меня Модем работает Я записываю Даже пока не выключался Еще Несколько Ну и вот За один день Буквально как-то Все так сложилось Ну аппарат отдали Он на 5 дней Может будет И при том Что интересно Когда я сдавал Володя его сдавал А тут уехал А пришлось мне тоже ехать Мы его взяли А он опять стал плохо работать Ну бумагу-то выдали А я на завтра пошел Говорю я уезжаю Не дайте обратно Договорились Что осень я приду А они приехали туда Там той организации нету Ну написано где будет Туда поехали Вот от обед На Радищева Ну а там какой мужик То у меня принимал Он тут же сидит У дверей Разговаривает Он сразу узнал Подошел к их касту И говорит С них брать не надо А там все хорошо Записал и забрал Только симку вытащил Мне отдал Вот Я думаю Кто поверит Что бесплатно Что я забрал У меня документы Не нашел А получилось Вот так все получилось Это даже Высказать нельзя Я долго тут бился У меня никак Закладки не идут И закладки вставили Но у меня все пошло Как надо Я сегодня утром Столько роликов выставил Вот так Ну а Володин тоже выставил Я сейчас подсмотрел Где-то в 12 Или в 15 раз У меня больше посещаемость Слава Богу за все Слава Богу за все Правильно Во славу Божию Врань и Господь Аллилуйя Отошел Здравствуйте Христос Молитесь о моих врагах Чтобы они не умерли Без покаяния Сегодня мне Слава Богу за все Который на меня там Вышел Это синистки Но я не могу Загружаться что за правду Говорят Узнали их планы Это из Англии Масоны меня заказали Стереть Порошок стереть Убрать А тому сказали Хоть до смерти Примерно там 50 или 60 роликов Против меня Что было Но я не знаю Правда это или нет Меня предупреждают И смотрите Вот у них сейчас поставлена Задача такая Найти где Савченко Виктор Пасченко Владимир Никита Колесников Да И в Италии найти И в Испании У всех взять биографии Любыми путями На меня компромат Надо клепать Ну до того смешно Ничем не занимаются Материал на меня Капромат Да у меня КГБ трясло Ничего не нашли Они что найдут Ну только врать У меня до бабушки Все проверено Ничего они не найдут У меня нету Ничего нету То есть А что они найдут Вот я стою Последний ролик Они поставили Там Я стою с прокурором Края Слепили так И что вот этот дом Где я нахожусь Это все незаконно Все отнять надо у меня В Украине Житомир И они решают Что отнять Когда-то решение суда Ну бешеное Сумасшедшее Если только Ну говорят Он сам сидит Там который говорит Синистский Александр Помолиться о нем надо Он зачемленный Чтобы Бог его не проткнул Это ужасно просто И обратиться К губернатору Края Что экстремистская Организация Наша община Любыми путями Все органы Натравить его Чтобы нас Духу не было А мы наоборот Только ликуем И радуемся Мы неуязвимые Почему? Потому что с нами Господь Вот мы считаем это А вы Друзья мои Помолитесь Нам нужна помощь Молитвенная А чтобы Господь Обратил его И в судный день И помянул его безумие Там целая группа людей Работает Десятки людей Говорит Все ваши ролики Шмонают И все выискивают Слепляют Перевирают Кверх ногами Ставят Да главное Прокурора Края Добрались А с ним теперь Что делать Они будут Прокурор Края Генерал-лейтенант Сумасшедшие С другого государства А он-то как раз Получение-то дома Участи-то почти не решал Только собрались когда Главное-то суд А суд вынес решение Если даже кто-то захотел Буду в обратном порядке Теперь разыграть нельзя Вся мировое соглашение Все Я им прощаю долг Отдают мне Тринадцать соток А он посчитал Сколько одна сотка В Барнауле стоит Сколько эти И сколько у меня изъяли То заплатили мне В сотни раз больше Чем на самом деле Но он не знает Что главное-то у меня Не магнитофоны Главное-то пленки Фонотека Вся стоимость Миллионная Он ничего не знает Да ему это и не надо знать И вот такое Все это наворочено Уже ролик стоит Все И Ну и Прямо до того смешно Здоровый дядька Мордастый такой Бритый Совершенно Одержимый Я еще могу Тихо Кротко улыбаться Больше еще Вот это все С Богом С Богом Их значит Храни Господь Храни Васильев Надежде Васильевне поклон Ладно Благодарю Субтитры создавал DimaTorzok